срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев мы продолжаем с вами избирать тему вудморт это урок 33 мы с вами переходим вудморт настройки дальше нажимаем на магазин разворачивается список и следующий на очереди у нас настройка это избранное что это такое давайте посмотрим на сайт то есть это возможность вот так вот напротив каждого товара есть сердечко нажимать добавить в избранное и у нас это в шапке тоже выводится но вот такое сердечко и видим там троечка три товара избранная это товары которые чтобы я не потерял на будущее допустим ну вы часто такое видели в любом профессиональном интернет-магазине если сейчас мы нажмем на сердечко то у нас открывается товар то есть сейчас он не работает нам нужно его настроить также избранное у нас находится в самой карточке товара вот видите добавить в список желаний это тоже самое вы можете вообще отключить эту опцию эту возможность если вы не хотите это использовать но если мы это используем то нам нужно создать пустую страницу для этого со специальным шорткодом который указан вот 10 в описании вот этот вот шорткод мы с вами переходим страницы добавить новую как-то ее называем добавляем в текст страницы вот этот шорткод и нажимаем опубликовать далее возвращаемся на страницу настроек избранная и в списке находим нашу страницу вот она избранная выбираем ее здесь теперь это будет работать и смотрим следующие настройки только для авторизованных то есть человек должен быть обязательно авторизован чтобы добавлять список желаний товары на ваше усмотрение да нет следующая опция позволяет массовые действия на странице избранной включить или выключить эту возможность это у нас вот если я перейду на сердечко вот у меня три товара добавленного избранная могу поштучно удалять на самом деле это вот эта опция вот то есть я могу выбрать все они помечаются галочками чтобы нажать удалить вот здесь вот и удалить их все вот этот возможность выбора от этих чекбокс и массовая это есть вот эта вот опция следующая текст пустого списка избранную то есть когда в странице ничего нет на английском языке берете переводить вот этот текст и вот этот текст или можете от себя что-то написать вот этот бр это перенос строки мы его оставляем можете просто написать в на вашей странице нету товаров списке желаний или что-то такое я поменял на русский и если сейчас я все удалю то вот здесь вот будет вот такой вот текст следующая возможность очень на мой взгляд прикольная вещь которая здесь реализована эта возможность создавать если много списков желаний то есть сортировать их по категориям категории вы можете назначать сами если это делается на странице магазина то включая эту опцию появляются новые возможности вот этого всплывающего окна где вы прямо в окне можете либо добавить по умолчанию в список в категорию желаний либо добавить свой список желаний и как появляется этому окну никогда не появляться всегда или этому окну появляться если в списке желаний более одного давайте пока оставим всегда сохранимся сейчас у меня списке желаний ничего нет смотрите пробуем добавить любой товар список желаний появляется окно здесь я могу добавить в мой список желаний то есть это название по умолчанию и я его смогу позже отредактировать придать другое название я могу прямо здесь добавить новый список то есть категорию для для товаров отдельную то есть разграничить свои списки по категориям пускай добавим в категорию по умолчанию и добавить список желаний нажима появляется следующий текст всплывающем окне просмотреть список желаний я попаду на страницу списка желаний либо вернуться в магазин давайте сначала подобавляем товары вот этот товар пускай туда же следующий товар я добавляю список то есть название категории напишу просто тест вернуться магазин и еще один товар добавим видите появляется здесь уже выбор тест либо мой список желаний добавить и отсюда посмотреть список желаний нажимаю и получается очень симпатичная штучка такими вот квадратами прямоугольниками разграничивается с названиями и каждый каждый прямоугольник со своими товарами я могу поделиться в социальных сетях вот этот тест допустим со своими товарами я могу просто поделиться там в отцапе кому-нибудь своим там друзьям коллегам и так далее что я здесь еще могу сделать видеть им три точки напротив мой список желаний здесь я могу редактировать имя поменять на какое-то свое сохранить название меняется далее я могу отсюда просто их удалить к примеру дальше давайте выберем все выбрать все удалить вот пустые списки это список который я создал я его тоже могу удалить остается вот этот список его удалять мы не можем он по умолчанию менять можем только название то есть на мой взгляд вот эта штука очень крутая я честно говоря даже ни в одном магазине не видел чтобы можно было вот так вот разграничивать по категориям далее показать кнопку на товарах в цикле но то есть у нас это уже показывается да и сохранить состояние кнопки после добавления в список на ваше усмотрение здесь настройки на закончены переходим следующий заказ позволяет нам на этой опции менять то есть на промежуточной странице корзины без перезагрузки если человек прибавляет количество товаров давайте это посмотрим и также у нас здесь есть текст пустой корзины на английском языке переводите вот это переводите вот это бр как я уже говорил вы оставляете написать можете просто от себя текст не обязательно переводить добавьте товаров в корзину дальше нажимаем на корзину нажимаем просмотреть корзина и вот это вот действие если я вот 10 прибавляю количество вот видите подгружается меняется цена сразу вот для этого опция здесь и создана здесь настройки закончены переходим оформление заказа здесь тоже настроек немного везде есть практически подсказки давайте несколько из них рассмотрим то есть это на странице оформление заказа возможность давать показывать изображение товаров давайте посмотрим прямо с этой страницы нажимаем допустим оформить заказ вот так вот будет смотреться видите товары добавлены без картинок и если здесь включаем вот так вот будет с картинками также следующее в подсказке позволяет прямо на странице оформления заказа прибавлять количество товаров давай сразу посмотрим позволяет добавить крестик удалить из корзины допустим какой-то товар сразу но я думаю это все полезно включить и следующая опция позволяет включить переход на страницу товара из таблицы заказа при оформлении заказа идем на сайт обновляем страницу страницу check out вот у нас появились крестики отсюда мы можем удалять товары отсюда мы можем прибавлять количество товаров и сейчас вот у меня допустим видите заголовки не кликабельная сам товар вдруг понадобится мне перейти прямо отсюда я не могу но вот эта нижняя опция как раз дает такую возможность перестановится кликабельным и картинка и заголовок на картинку допустим нажимаю я возвращаюсь в карточку товара внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo-оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно съел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете в у комерц элементар какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в telegram а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok